Уважаемые братья, в контексте этой темы честность и то, что противоречит честности ложь, хотелось бы вспомнить одну историю. Уже эта история более четырнадцать веков, но, однако, она будет зафиксирована до судного дня и будет прописана золотой чернилой. Это история, которая случилась во время пророка Мухаммада . Из этой истории мы возьмем для себя множество уроков. Во-первых, как сахабы подчинялись посланнику Аллаха, как Всевышний Аллах дал урок тем людям, которые были правдивыми перед посланником Аллаха, перед Аллахом , когда они сказали правду. Аллах дал им в начале какое-то время для того, чтобы они осознали их поступок, который они неправильно совершили в религии и дал Аллах им выход из положения, когда уже было им очень тяжко на этой земле. Эту историю многие из вас читали, многие из вас знают. Когда пророк Мухаммад отправился в поход на Табук, были лицемеры, которые не пошли вместе с Аллахом , остались в Медине. И когда пророк Мухаммад возвращался, вернулся в Медину, эти лицемеры начали оправдываться перед посланником Аллаха , и пророк Мухаммад принял их оправдание. Однако потом результат, то, что Аллах , отвернулся от них, отказался от них, они потому что солгали, придумали для себя какие-то причины. Но также наряду с ними были трое, которые, когда посланник Аллаха , вернувшись, подошел к одному из них, как , и когда посланник Аллаха , подошел и улыбнулся ему в лицо, который эту историю приводит имам-муслим , посланник Аллаха , улыбнулся ему в лицо и сказал, почему ты не пошел в поход , на что он ответил, я Расуль Аллах, если бы я тебе сейчас солгал бы, было, то бы ты был удовлетворен моей ложью, однако совсем скоро Всевышний Аллах , сделал бы так, что ты отвернулся от меня. Однако, если я тебе сейчас скажу правду, то ты уже сейчас от меня отвернешься, оставишь меня, но, однако, может быть, это если я скажу правду, Аллах , мне укажет правильный прямой путь. И на что он сказал, я Расуль Аллах , о посланник Аллах , клянусь Аллахом, нет у меня оправдания. На что пророк Мухаммад , сказал, касательно этого ты сказал правду. Однако решение о тебе должен принять Всевышний Аллах , иди, пока Всевышний Аллах , не примет о тебе решение. С ним также было двое. Один из них был Хилаль бин Умейя, и следующий был Мурарату бин Рабиа. Они были втроем. Кааб бин Малик передает это и говорит то, что посланник Аллаха , отпустил меня и сказал, пусть Всевышний Аллах решит этот вопрос. Оставим это на Всевышнего Аллаха . Пророк Мухаммад повелел всем жителям Медины, чтобы они со мной не общались, с нами с троими не общались. В этот момент эта земля, на которой я жил, стала для меня неузнаваемой. Я шел на базар, никто со мной не разговаривал на рынке. Когда я приходил к посланнику Аллаха , после молитвы, когда он сидел с подвижниками и давал ему салям, приветствовал его. Я внимательно слушал и следил за его губами, шевелились ли они или нет, в ответ мне на салям . Для меня стало тяжко на этой земле, несмотря на то, что она такая широкая. Когда уже прошло достаточно времени, Кааб бин Малик пошел к своему двоюродному брату, подошел к его огороду, к его саду Абу Катада. О нем Кааб бин Малик говорит, Валлахи, Абу Катада, я его люблю больше всех в этой жизни. И когда он забрался на забор, поприветствовал, сказал, Саляму алейкум, я Абу Катада. Поприветствовал его, сказал, Валлахи лам я рудя аляссалями. Клянусь Аллахом, он не ответил на мой салям. Тогда он начал клясться на него Аллахом, Субханаху Ата'аля, и говорит, Биллахи алейки, я Аба Катада, халь Та'аляму ани ухибб Аллаха, ва Расуле, заклинаю тебя Аллахом, о Абу Катада, знаешь ли ты, что я люблю Аллаха, его посланника? На что он молчал. Я второй раз начал его заклинать Всевышним Аллахом. Биллахи алейки, я Аба Катада. Ата'аляму ани ухибб Аллаха, ва Расуле, клянусь Аллахом на тебя, о Абу Катада, заклинаю тебя Всевышним, знаешь ли ты, что я люблю Аллаха, его посланника? На что он опять молчит. На третий раз, когда он сказал, он мне ответил, Аллаху ва Расуле, а алям. Аллах, его посланник, лучше знает. И после этого Кааб бин Малик сказал, в моих глазах напомнились слезы, и я перелез обратно через эту ограду. И начал идти, ушел оттуда. От самого близкого человека всегда вместе были. Двоюрный брат. Он говорит, я его больше всех люблю в этой жизни. Однако он даже не ответил ему на салям, и так к нему отнесся. Потому что посланник Аллаха повелел не общаться с ними. Объявили им бойкот. После этого Абу Катад ушел, и по дороге попадается к нему один из христиан, он сам был христианином, из Шама. И сказал, что правитель передал тебе это письмо, и в этом письме было написано, что нам известно, что твой друг отвернулся от тебя, приходи же к нам, присоединяйся к нам, то есть выходи из ислама, мы утешим тебя. На что Кааб бин Малик, в этот момент ему было тяжело, никто с ним не общается, на что он посмотрел на это письмо и сказал, это тоже испытание. И взял потом разжег печь этим письмом. Это один из правительных гасанитов ему отправил. Потом, когда прошло 40 дней, Кааб бин Малик сказал, посланник Аллаха, послал мне посланца одного из сахабов и сказал, что велит тебе посланник Аллаху саллаллаху алейху ассалям, повелел тебе отдалиться от твоей супруги. На что он ответил, мне к ней не приближаться или развести с ней? Нет, просто не приближайся, отдаляйся от нее. На что он сказал своей супруге, возвращайся к своим родителям, пока Всевышний Аллах не вынесет обо мне решение. И так он еще прожил 10 дней. И на 51 утро, когда он поднялся на крышу своего дома, чтобы прочитать молитву, после этого, как дал салям, остался сидеть и описывал свое состояние, о котором Всевышний Аллах субханаву ассалям сказал. «Хатта إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفصهم». То есть эта земля стала для них тесной, хотя она очень широкая. И они в их груди были сжатыми. То есть тяжело, грустно, тяжко было на сердце. В этот момент он услышал, как один из подвижников забрался на гору Саль'а в Медине и закричал «Абшир я ка'аб! Абшир я ка'аб! Радуйся о ка'аб! Радуйся о ка'аб!» То есть есть какая-то весть. На что я понял, что Аллах принял наше покаяние и сделал тут же земной поклон сажда Всевышнему Аллаху Субханаву ассалям. После этого пошел сразу отправился к посланнику Аллаха к Мухаммаду в мечеть. По дороге сподвижники встречали нас, поздравляли нас троих. И когда зашел я к посланнику Аллаха, дал ему салям, на что его лицо засияло. И в ответ он мне сказал «Абшир я ка'аби хайри айямик мин яуми валя датка уммак» «Радуйся о ка'аб самым лучшим днем твоим радостным, когда родила тебя твоя мама». Тогда он ответил, спросил его «Я Расуль Аллах амин 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 Аллах» «О посланник Аллаха» «Это от тебя или от Всевышнего Аллаха» «Бель мин Аллах» «Это от Аллаха Субханава Та'аля» «Аллах простил тебя». На что ка'аб сказал «Клянусь Аллахом, Аллах простил меня только из-за того, что в тот день я тебе сказал правду. И пусть будет частичкой моего покаяния то, что я до судного дня буду говорить только правду». И так оно случилось. Он сказал то, что с того момента и до последних своих дней он говорил только правду и не обманывал. Это великий урок. В конце этой истории, когда Аллах простил их, Аллах не спасал аяты. Аллах Субханава Та'аля сказал «И Аллах простил тех троих». Уже когда земля стала для них тесной в тот момент, когда она широкая, их груди сжимались от тяжести, от грусти, и Аллах простил их, и они подумали, что нету спасения, кроме как вернуться ко Всевышнему Аллаху Субханава Та'аля покаянию, и Аллах простил их, пояснял Аллах прощающий, милосердный. Что же те лицемеры, которые обманули посланник Аллаха Субханава Субханава, о них тоже Всевышний Аллах не спасал аяты и сказал «Ихлифуна биллэхи лакум изан калабтум илейхим ли туариду анхум, фааариду анхум иннахум рижз, ва мауахум джаханнам, джазаам бимакану як сибун, яхлифуна лакум литардау анхум, фаин тардау анхум, фаинна Аллаха ла ярдаа анил кавмил фасикин». Они вам клянутся Аллахом, когда вернулись к вам, чтобы вы были довольными ими. Отвернитесь же от них, они нечесть, нечистоты, их ему дел наказание, джаханнам, вечный ад за то, что они приобрели. Они будут клясться Аллахом вам, чтобы вы были довольны ими. Но даже если вы станете довольны ими, то Аллах не будет довольным, нечестивыми людьми. Уважаемые братья, эта история была 14 веков назад. Она дает нам, показывает то, что человек, если он правдив в своих словах, даже Аллах всегда ему будет давать выход из положения. И Аллах будет его, иншаллах, прощать. Но если человек будет обманывать, он же будет лжецом. Может быть, он обманет одного человека, второго, третьего, но перед Всевышним он будет записан как кадзаб, обманщик. Пусть Аллах, Субтитры, убережит нас, наших детей, наши семья, иншаллах, это Алжи. Акула, мадасмя'ун, Астагфор, Аллах, ли, и, кем? Великий, и, кем? Академий, и. Академий. Академий. Продолжение следует...